Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Фриги Викинг. Всем хорошего настроения. В этом видео мы поговорим с вами о пятёрке, которую вы можете сделать на своём аккаунте. И эта пятёрка пригодится вам на дистанции с первого по третьей КВК. То есть мы делаем пятёрку, которая нужна вам для массовых боёв, для определённых действий, которая будет эффективно помогать вашему королевству, но, естественно, давать вам удовольствие от боевых действий. И вы сможете эту пятёрочку использовать до эпохи Завоевания. И также сможете выбрать командиров, которых вы будете фулить, и они перейдут у вас в эпоху Завоевания, чтобы вы не потеряли свои легендарные скульптуры. Если тебе интересно, ставь лайкос, подписывайся на канал, пиши в комментариях, что ты думаешь по поводу этого видео. Ну и поехали! Перед тем, как перейти к обзору отрядов, которые я вам приготовил, я хотел бы дать пояснение для этого видео. Во-первых, чтобы вы правильно восприняли информацию, вам нужно понимать, для чего вам нужна в целом пятёрка. Я, например, на своих видео очень часто говорил, то, что в целом, имея там несколько фуловых отрядов легендарных, плюс допом у меня ещё были и эпические командиры, и уже даже прокаченные неплохо легендарные командиры, я не всегда выводил пять отрядов. Но это разные вещи. Когда идут определённые боевые действия, где нужно применить максимум отрядов от каждого игрока, я, естественно, выводил и пять отрядов ранее, когда ещё не имел полноценной постоянной пятёрки. Второе. В каких вообще мероприятиях это нужно применять? В первую очередь, это нужно вам для контроля поля. Когда ваше королевство идёт на контроль какой-то точки, то есть вам нужно либо организовать ралли-мероприятия и законтролить поле, чтобы вы могли спокойно пополнять ралли и, естественно, отгонять врагов, чтобы они не разбили ваш контроль поля. Либо же наоборот. Если вы дефаете свою структуру, чтобы вы могли успешно разбить вражеское ралли, вам нужно контролировать поле. Поэтому вам знаком такой термин, если не знаком, я вам расскажу. Называется он смертельный шар, либо же мордербол. Это такое понятие, которое позволяет, так скажем, сформировать в одной точке большое количество отрядов, которые будут там долго стоять и давать контроль поля. Соответственно, ваш враг, пытаясь разбить мордербол, будет идти на большие жертвы, если вы приведете туда максимум отрядов. Даже если они, так скажем, не очень-то эффективные. То есть пять маршей, которые я вам сегодня расскажу, они в целом могут применяться в первую очередь вот в этом мероприятии. Второе. Когда вы идете в жесткое наступление и чувствуете, что в целом вы уже переломливаете ход событий, естественно, большее количество маршей в поле позволит вам взять еще большее преимущество. Поэтому пятерку вы также в периоде до эпохи завоевания сможете применить, когда ее сформируете. Естественно, в первой КВК, скорее всего, вы ее не сформируете. Но на дистанции от первого до эпохи завоевания, до третьего КВК и третьего КВК включительно, те отряды, которые я вам сегодня покажу, очень даже применимы. Поэтому я надеюсь, вы поймете, о чем я сегодня пытаюсь рассказать. Давайте уже перейдем к отрядам. В первую очередь хотел бы сказать вам то, что первый командир, который я вам, в принципе, уже показал на экране, это Лисонге. Я считаю, что этот командир уже базисный и он применим на любом аккаунте. Неважно, пехотинец вы, лучник, либо же кавалерист. То есть, в целом, вы можете взять этого командира и стараться его в первую очередь прокачать на фулл. Это будет первый командир, и в связку к нему я бы предложил на дистанции от первого КВК до эпохи завоевания в первую очередь Этель Флетт. Потому что это дешевый командир, точнее, давайте скажем так, на дистанции определенно он бесплатный, вы его прокачиваете с экспедиции. И для, как раз-таки, контроля поля и смертельного шара это будет идеальная связка, которая, во-первых, дебафает, наносит много урона по области, и прокачка Лисонге, фуллового Лисонге, будет вам, в принципе, нужна и в будущем. На сегодняшний день, даже я, будучи, так скажем, заядлым пехотинцем, я уже внедряю в свои отряды лучников, да что уж говорить, я уже давно, в принципе, таскаю один отряд, пускай он даже не фулловый, это Артемисий и Лисонге. Это вам явный показатель наглядный, который говорит о том, что, в принципе, на сегодняшний день привязка к одному профилю войск, это, наверное, не совсем объективно. Можно быть... Вернее, даже не то, что не совсем объективно, это объективно для тех, кто хочет играть именно на одном профиле, но в основе вы должны быть, например, ну вот, пехотинцем, да, вы решили для себя, что я пехотинец, но введение других отрядов, которые действительно метовые, командиров, которые будут полезны вам на большой дистанции, это, в принципе, хорошо. Лисонге как раз-таки тот командир, который вам пригодится. Этель Флет, естественно, также будет нужна вам на всей дистанции, вначале это более боевой командир, а в эпохе завоевания это у нас уже больше, так скажем, саппорт, который дебафает. Также эту связку вы сможете потом переделать, даже вот на этой дистанции вы сможете убрать Этель Флет в другой отряд, а к Лисонге поставить даже эпического командира, например, Кусуноки, использовать фулл лучный отряд. В целом здесь еще вы получаете комбинаторику. В эпохе завоевания Лисонге может получить в пару практически любого лучного командира с эпохи завоевания, и в целом это будет по разным ситуациям классная связка. В первую очередь на Вуха, далее у нас есть там Рамзес, с Артемисией в целом применима, и очень неплохая связка, поэтому Лисонге всегда найдет для себя место, и этого командира я вам рекомендую как раз таки вот на эту первую связку, и он будет у вас как один из основных на будущее. Далее, перейдем к следующей связке, которая у вас также будет хорошо работать на этой дистанции до эпохи завоевания, и это будет второй командир, которого я рекомендую вам зафулить, именно, так скажем, в гранях этого видео, в рамках, это будет Александр. И немножечко, наверное, многие скажут, что это видео больше похоже на пехотный какой-то гайд для пятерки пехотной, но хочу сказать, что в целом Александр может работать на любом аккаунте, он в целом необходим там, потому что в первую очередь, помимо того, что это у нас командир пехотный, командир, который в целом у нас имеет баланс в виде неплохой атаки, соответственно, урона, в виде плотности определенной. Этот командир у нас также саппорт, и саппорт в целом очень даже необходимый. Поэтому на сегодняшний день, еще раз повторюсь, что не обязательно играть прям вот в корне одним типом войск. Вы можете сделать вообще разношерстный какой-то аккаунт, где будет у вас несколько пехотинцев, несколько кавалеристов, один лучник. Если мы говорим про пять отрядов, да, либо же там несколько лучных отрядов, несколько пехотных, там один кавалерийский. В целом на сегодняшний день командир и игра Rise of Kingdoms позволяет нам играть на командир, который будет более полезный, чем если вы привяжетесь просто к одному профилю войск. Вроде будете получать больше буста именно на один профиль, но в целом вы здесь доберете на более, так скажем, метовых командирах. Поэтому Александр это второй командир, которого я порекомендую. И как раз таки связочка, которая будет бюджетная с точки зрения второго командира, это будет Александр и Судзи. От этой связки мы получим, так скажем, баланс в виде плотности и в виде урона, плюс урон по области от Судзи. И этой связкой даже можно играть и в эпохе завоевания. Естественно, это будет не такая актуальная связка, как там Александр Чок, Александр... там Гуань Александр, Александр Харальд, но, тем не менее, это будет неплохая связка. А если уж говорить про дистанцию от первого КВК до эпохи завоевания, Александр Судзи, это будет крутейшая связка. И это второй командир, которого я рекомендовал бы вам зафулить, если вы смотрите на эту пятерку. Также хочу сказать, что ранее я говорил, что где-то вам будет актуальнее поставить, например, связку Александра Лисонги. Это хорошая связка на пехоте, где вы именно будете использовать два-три отряда. То есть, понимая, что остальные отряды у вас для каких-то постоянных маневров и фокуса слабые в определенных боевых действиях, то вы будете ставить более сильные связки. А вот как раз, когда вам нужен контроль поля, вам нужно максимум отрядов, потому что чем больше игроков приведут больше отрядов, тем больше у вас, так скажем, шансов отстоять как раз-таки от Мардербол, законтролить поле, нанести больше ущерба врагу, естественно, выиграть КВК, и королевство будет счастливо, будет развиваться. Поэтому это, в принципе, основная задача и основной посыл этого видео. Это вторая связочка. Александр Судзы, так скажем, запомнили, закрепили. Далее будем переходить к более дешевым связкам с точки зрения того, что я не буду там предлагать вам фуловых командиров, к которым вы будете сразу стремиться на фул, как Лисонге взяли. Будем идти фулить-фулить. Потом Александр, тоже будем стараться его зафулить. Нет, там будут командиры, во-первых, эпические, во-вторых, командиры легендарные, которых я, наверное, не буду рекомендовать вам зафулить изначально. Может быть, на какой-то большой дистанции вы уже будете получать головы с таверны, либо же там добивать универсальными головами. Это уже по своему усмотрению и, соответственно, по какому-то опыту, который вы приобретете. Следующая связка будет у нас также на пехоте основываться, но в целом эта связка, давайте скажем так, также подойдет и будет полезна для любого аккаунта. Это у нас Ричард и Жанна. Почему Ричард? И какой Ричард? В первую очередь хочу сказать, что Ричарда здесь достаточно прокачать хотя бы на 5-5-1-1. Второй командир – это Жанна Дарк, который будет вам весьма полезен, и также в Мордерболе будет полезен как вам, так же и ситуативно вашим союзникам, потому что Жанна будет давать хорошие бафы. Сейчас идет очень много распри по поводу набора ярости и из-за того, что есть лимит ярости, но хочу вам сказать, что мы всегда играли, не зная про этот лимит ярости, и продолжаем играть. Ничего по большому счету не изменилось, изменилось только то, что мы сейчас пересчитаем таланты у некоторых командиров и сделаем более классные билды, чем пользовались до этого. Не знаю, что есть вот именно лимит ярости, там 220 единиц. Поэтому Жанна в первую очередь будет давать вам поддержку, Жанна будет давать также дополнительную ярость с поддержкой в виде, в первую очередь, естественно, бонусов к здоровью пехоты, защиты кавалерии и атаки стрелков. Это будет классно, потому что здесь по 30% в любой ситуации это будет полезно. Далее, что касается Ричарда. И здесь, в первую очередь, хочу сказать, что не нужно в него упарываться и пытаться его зафулить. Даже я его еще не зафулил, хотя могу сделать это прямо сейчас. Но пока, в принципе, этого не делаю. И прокачать Ричарда, постараться на 5-5-1-1 будет очень хороший вариант с точки зрения того, что вы с Лисунги, тем же самым, который вы будете фулить, если мы рассматриваем ту пятерку, о которой я вам сегодня говорю, поставить эту связку для фарма варваров. То есть вы будете в КВК на карте родной этой связкой просто собирать паровозы варваров, чтобы экономить очки действия. И чем больше вы будете экономить очков действия, чем больше вы будете собирать, тем больше вы будете профита получать. В ивентах при КВК, в СМП, либо же еще какие-то ивенты, где вам нужны очки действия. Ту же честь набрать в КВК, тоже иногда нужно потратить приличную сумму очков действия. Поэтому это будет, как я и сказал, весьма еще и универсально. То есть у вас будет Лисунги, у вас будет Ричард 5-5-1-1, и вы с ним спокойно можете уже фармить варваров. Можете даже без Лисунги, пока он не фуловый, там с той же Тельфлет, просто по трем целям, ой, вернее, по пяти целям в полкруга она бьет, и достаточно. То есть, чтобы... Будет больше манипуляций, будет больше гемора, чтобы это делать, но это все делается. Я, в принципе, все это уже давно прошел. Поэтому третья связка, которую я предлагаю, это связка Ричард и Жанна. Жанна. Это саппорт-связка, Ричард также будет и танковать, и давать, так скажем, дебаф сопернику. Поэтому эта связка, я считаю, для именно вот таких операций, как Мордербол, а это очень важно, это неотъемлемая часть боевых действий в целом. Вы очень часто собираете именно в какую-то точку, чтобы отконтролить поле. Но это реально, наверное, одна из самых важных операций и действий во время боевых действий. Далее перейдем к четвертой связке на сегодня. Это будет связочка у нас конная. И здесь будет небольшая вариация. Но хочу сказать сразу, что обычно я рекомендую именно себе в основу, если вы вот именно кавалерист, брать в первую очередь Пилайер. Здесь я, наверное, отойду немножко от этого понимания. И вот именно, если вы не кавалерист и примерно пойдете по той схеме, которую я вам рассказываю, то я, наверное, порекомендую взять вам Бейберса. Бейберса у нас эпический командир. Бейберса у нас дает хорошее, так скажем, хорошее множитель урона от фиолетового командира. Это будет пять целей. Соответственно, это будет сплэш-урон по области пять целей по тысяче единиц множителя. И, опять же, для вот таких масштабных действий, для Мордербола это будет крайне важно. То есть, враг заходит разбить вас шар, вы на него кидаете фокус, и просто весь враг получается сплэши, а он еще на вас даже навестись-то толком и не может. Потому что, когда вы стоите в Мордерболе, там просто в одной точке стоят сотни отрядов. Поэтому Бейберс здесь, наверное, будет чуть полезнее, чем Пилайер. Пилайерс все-таки такой более полезной манер для фокуса, для каких-то постоянных передвижений, так скажем, либо отходим, либо фокусим. И здесь, хотя, в принципе, спорно, Бейберс тоже неплох. И здесь также от Бейберса очень важно, что будет еще также дебафчик с первого навыка. Это снижение скорости на марше. Поэтому Бейберса вы сможете ввести вот именно вот в такие боевые действия достаточно рано. Вы прокачаете первый навык в пятерку и уже в целом сможете вводить даже за счет именно урона по области и как раз-таки дебафчика на скорость. И он уже будет весьма полезен. Кого же поставить с Бейберсом? Здесь дилемма и здесь как раз-таки в целом-то вы можете поставить и пилаю, но здесь нужно будет слишком много голов для того, чтобы все это дело прокачать. Даже эпических. Ну, я прям говорю в самом начале. Потом уже там к третьему КВК у вас все это выровнется и уже без проблем будете качать эпических командиров. да даже может быть и ко второму КВК уже тех основных, которых вам нужно вы уже более-менее прокачаете. И все-таки, все-таки я, наверное, предложу в первую очередь ну, либо поставить пилаю, если вы будете его делать, но если, так скажем, вам повезет, а в целом, я думаю, что на определенной дистанции этого добиться можно, вы, наверное, неплохо сделаете, если поставите к Бейберсу Цао-Цао. И это еще один командир, который мы можем достать с таверны. И этот командир в целом будет достаточно дешевым в прокачке. То есть, именно для вот таких действий, про которые я вам рассказываю, либо же для масс-фокуса, когда вот вы прям идете долбить своего врага, отряд с Цао, у которого будет прокачка хотя бы первого навыка в пятерку, а дальше уже как повезет, будет вам весьма полезен. То есть, берем Бейберса, даже не с фулл-прокачкой, берем Цао и ставим эту связочку. И если идем в Мордербол, это будет урон по области, это будет хороший множество урона допом еще в одну цель от Цао, это будет снижение атаки от Цао и будет снижение скорости. Поэтому, даже с прокачкой 5-1-1-1-1, там, или 5-и как-то что-то дальше, если вам будет выпадать с таверны, но на пятерку с таверны выбить, ну, не такая уж проблема. Вначале, в самом, да, вроде прям командир не выпадает, потом на какой дистанции, в принципе, там на пятерку открыть, ничего такого страшного. И в целом-то, эта связка вот как раз таки будет четвертая, которую я вам порекомендую в рамках сегодняшнего видео. Потому что урона будет много, ваша задача будет стоять, перейти на фокус врага, который заходит в ваш мордербол, и, естественно, просто наносить ему урон. На вас зафокусили, вас съедят, естественно, но независимо, какой отряд, если на вас зашли большим фокусом, даже мордерболи, вы, в принципе, умрете. Но, еще раз повторюсь, главная цель нанести максимум, соответственно, урона врагу. Поэтому, если вы будете приводить туда максимум отрядов, и ваши союзники, ваши друзья, коллеги по Альянсу и Серверу будут делать то же самое, то у вас больше шансов, и, естественно, это все ведет к лучшим результатам. Поэтому, нет ничего страшного в том, что ваши отряды иногда умирают, даже полностью, в этом ничего такого нет, потому что, кто не воюет, тот не умирает в игре Rise of Kingdoms. Поэтому, четвертая связка, Бейберс-Цау, вариация, там, например, Бейберса поставить с Пилаю, если уж Цау вам вообще никак не падает, даже в пятерку первый навык. Вариация поставить, там, не знаю, с Бейберсом, но лучше будет все-таки с Цау именно под это мероприятие. Даже с пятерочкой, как я вам уже сказал. Далее, перейдем к последней связке на сегодня. И здесь, опять же, наверное, многие меня пожурят, скажут, что ты, как, так скажем, прожженный пехотинец, топишь здесь все-таки в пехоту. Наверное, отчасти, может быть, это и верно. С другой стороны, опять же, говорю, эти командиры, которые сформируют у вас вот эти связки, про которые я вам говорю, только два, по сути, именно идут как командиры для прокачки на фулл, которые у вас потом уйдут полноценно в эпоху завоевания, прям 100%, в которые вы будете вкладывать с самого начала универсальные скульптуры. Все остальные легендарные командиры, естественно, могут выйти и на эпоху завоевания, и там они уже имеют в целом тоже вес. Но в целом, это, так скажем, промежуточные командиры, которых вы можете и не прокачивать долгое время дальше. И пятая связка будет у нас, опять же, на пехоте основана, здесь будет у нас Карл Мартелл. Первым командиром будет Карл Мартелл. По его прокачке 5-5-1-1, как во всех гайдах, наверное, каждый ютубер уже рассказывал, что, типа, хотя бы прокачать его 5-5-1-1 для основных эффектов, которые он дает. То есть, там, больше половины потенциала у него в прокачке 5-5-1-1. И здесь нам также на помощь придет таверна, то есть, открыть, как-то прокачать Мартелла мы сможем с таверны. Естественно, в 5-5-1-1, скорее всего, даже там ко второму КВК, ну, кому как повезет, на самом деле, тут очень сложно судить, ну, ко второму КВК, добавив немножечко голов, мы точно 5-5-1-1 его можем сделать. Всего лишь там 200 голов нужно, чтобы сделать 5-5-1-1. И в целом, сразу хочу сказать, что это еще один командир, который потом, вы можете на него забить, как это делал я, не прокачивать его дальше в фул, да, то есть, даже если вы играете на пехоте, просто ждать, когда вам нападает он побольше сундуков. Я делал именно так. Чуть-чуть, я там его добивал прям универсалками, прям каплю, но в целом этот командир у нас сидит 5-5-1-1 и каши не просит. Реально, даже если вы пехотинец, прям полноценный, если вы не пехотинец, вы его сделали, вы его используете, потом он на него забили. Прокачается фул, нужно будет для использования, вы тоже будете его использовать. Естественно, минимизировать здесь хочется затраченные головы даже в 5-5-1-1. Но, это пятая связка и я ее рекомендую и в основе будет Мартел, а второй командир будет у нас новичок, который появился недавно в игре Rise of Kingdoms, это у нас красавец Бьерн. И, естественно, Бьерна нужно будет прокачать на фул, опять же, на какой-то определенной дистанции, это будет сделать позже несложно. И эта связка будет вам также полезна с точки зрения того, что это плотная связка, которая будет наносить урон в любой ситуации. То есть, в первом КВК это в целом хорошая связка, в втором КВК это неплохая связка. В эпохе завоевания, скорее всего, вы ее использовать не будете, в третьем КВК можете погонять. И Мартелло Бьерн будут давать вам неплохое количество урона от обычной атаки. Здесь разбавит немножко своим нюком именно танковость Мартелло Бьерн. Пускай небольшой множитель, но, тем не менее, в принципе, здесь будет урон у связки. Танковость, плотность и плюс бонус от Бьерна. Потому что в первом навыке он наносит прямой урон множителям в 700 и цель еще, то есть, цель до двух врагов в широком спектре перед героем в течение 3 секунд получает на 15% больше урона от навыка. Если вы вспомните, все связки, о которых мы говорили ранее, кроме Ричарда и Жанны, у нас имеют урон от навыка. По-моему, все связки. На 3 секунды плюс 15% больше урона от навыка будет просто давать вам на равном месте Бьерна. Это будет хорошая связка, которая будет саппортить как вашим отрядом, так и союзным отрядом. Поэтому, в целом, это, опять же, дешевый вариант, неплохая связка. Здесь мы не получили Масухи, здесь мы не получили какого-то бешеного урона от навыка, но за счет просто вгрызания в цель, если у нас есть возможность в нее врезаться и подольше ее побить, эта связка будет вносить неплохой урон и в целом будет долго стоять и еще давать бонусы, которые я только что вам озвучил. Поэтому, закрепляем. Первая связка это Эльфред Лисонге, вторая связка это у нас был Алекс Судзы, третья связка у нас, грубо говоря, Ричард Жанна, четвертая связка Мартел Бьерн и пятая связка это на конях, пятый отряд, грубо говоря, там Бейбарс и Цао Цао. Вот, это именно на пять отрядов для Мордорбола, либо же, ну, прямо для наступательных таких действий, где прям, ну, вы понимаете, что даже вот эти, так скажем, отряды там не очень-то хорошо прокаченные, там, Бейбарс, Цао Цао, да, и если вы еще и не коник в основе, то есть бонусы у вас меньше, тем не менее, они будут наносить хороший урон за счет фокуса, за счет того, что вы прям просто толпой фокусите. Также у вас будет вариация неплохая, используемый Мартелла, вернее, Ричарда с Этельфлет в будущем, я до сих пор использую эту связку как саппорт-отряд, Аликса с Лисонге, как дамаг-отряд, например, на руины, да и в целом, в Маза Месси, где вы понимаете, что вы не можете пять отрядов себе позволить, быстро наполнить себе больничку и, соответственно, остаться без ускорения ресурсов, там вы будете брать, например, лучшую связку Аликс с Лисонге, и она будет классная, там либо Ричард, Аликс там или Лисонге с Мартеллом миксовать, ну, как-то так. Надеюсь, это видео вам понравилось, мои размышления вам понравились, всем, ребятки, хорошего настроения, качайте своих командиров правильно и получайте удовольствие от игры Rise of Kingdoms. С вами был Фреги Викинг, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok